Спустя несколько часов после стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Хайланд Парк, полиции удалось задержать главного подозреваемого. 22-летний Роберт Крима пытался скрыться от правоохранительных органов на своей машине, но вскоре был взят под стражу недалеко от другого пригорода Чикаго, Лейк Форест. О мотивах стрелка не сообщается. Подозреваемый был замечен полицией отделения северного Чикаго. Он находился в машине, которую мы искали. Полицейские предприняли попытку остановить машину, но подозреваемый попытался скрыться. В результате непродолжительной погони он был задержан и взят под стражу без каких-либо происшествий. В результате стрельбы погибло 6 человек, еще 36 получили ранения разной тяжести. Возраст жертв от 8 до 85 лет. Стрельба началась около 10 утра по местному времени во время парада. По данным местной полиции, злоумышленник стрелял с крыши одного из зданий. На месте, откуда велась стрельба, была найдена винтовка, которую, как сообщают местные власти, стрелок приобрел на законных основаниях. По словам очевидцев, звуки первых выстрелов зрители приняли за праздничный салют. Но уже вскоре на улице началась паника. Люди начали разбегаться в поисках укрытия. Некоторые свидетели произошедшего отмечают, что совсем не ожидали, что массовая стрельба может произойти в Хайленд-парке, одном из самых благополучных пригородов Чикаго. Я больше не чувствую себя в безопасности. Я переехала в Хайленд-парк, потому что это безопасный район. Когда началась стрельба, все, о чем я думала, это безопасность моей дочери. Я ее схватила, и мы побежали. Мы спрятались в ближайшем Макдональдсе. Она была напугана. Все, чего я хочу, это чтобы она была в безопасности. Все потрясены. Знаете, мы привыкли, что это происходит где-то в других местах. Но это воспринимается гораздо тяжелее, когда это случается не просто в твоем городе, а прямо на твоих глазах. Это совершенно точно момент, который наша семья никогда не забудет. После стрельбы с обращением выступил губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер. В своей речи политик заявил, что он разгневан произошедшим и подчеркнул, что право на жизнь должно быть важнее права на оружие. Я в ярости. Я в ярости из-за того, что в результате стрельбы вновь погибли невинные люди. Я в ярости из-за того, что их близкие навсегда убиты горем из-за произошедшего. Я в ярости из-за того, что это происходит по всему штату и по всей стране. Я в ярости, потому что этого не должно происходить, и тем не менее мы, как нация, позволяем, чтобы это происходило. Мы ежегодно отмечаем День независимости, в то время как массовая стрельба успела стать еженедельной традицией. Трагедию прокомментировал и президент США Джо Байден. Глава Белого дома заверил, что продолжит работать над ужесточением законов о контроле над оружием. В конце июня президент уже подписал первый за последние десятилетия значимый федеральный закон, предназначенный для более жесткого регулирования продажи огнестрельного оружия. Накануне вечером во время празднования Дня независимости в Белом доме Байден также объявил минуту молчания по погибшим во время стрельбы в Чикаго. Шесть человек погибли, другие получили ранения. Нам предстоит еще много работы. Мы должны взять это под контроль. Но пока я хочу объявить минуту молчания по пострадавшим семьям. По подсчетам организации Gun Violence Archive, инцидент в Хайланд-парке – это уже 309-й случай массовой стрельбы в США за этот год. Субтитры создавал DimaTorzok